здравствуйте друзья еду домой ну что такой день сегодня насыщенный был для первого дня недели все-таки урок 5 часов отрубил новый класс у нас начался хороший класс мне очень очень понравился такой задорный примерно половина так вот откуда-то съехалась это full time класс а вторая половина местных так что ну не там может быть нечетко 50 на 50 но близко к тому вот очень не очень интересный класс там по-моему двое или нет трое трое по-русски не говорят да израильтянин один есть один турок и девочка из индии вот остальные все говорят по-русски такая вот интересная штучка турок сказал что немножко может может жена русская даже не знаю такой очень очень симпатичные всем но пять часов тоже я так как-то даже за пять не управился же вопросы были да ну в общем так я наметил себе нам на сегодня там сколько-то дел сделать ну не все успел вот из-за класса из-за этого тут что-то не хватило тут не хватило там на общем вот мы так движемся и что еще сказать давайте я буду соображать что еще сказать я немножко очумевший да а очумевший я от того что в 6 часов то есть в 3 там 15-20 закончил там перекусил но в 6 часов я уже вел онлайновый класс и тоже тут что-то такое ну там часов с небольшим ну вы знаете как не то чтобы брать и не то чтобы я эти уроки как-то уж раз заново это неправда но каждый раз что-нибудь эдакое добавляется вот и в том классе и в этом кто-то вот знаете интересно как-то время идет и и что-то меняется я например сейчас в каждом классе который начинается я им рассказываю про четыре уровня усвоения и рассказываю про опять категории студентов и сегодня я впервые нарисовал это на доске одновременно и то и другое и начал объяснять вот почему там разные категории студентов как как точнее разница в категории студентов проявляется в том насколько они готовы или не готовы двигаться там с уровня 1 где нет работы на уровень 2 где работа есть но между уровнем 1 и уровнем 2 есть практика то есть как бы не практиков компания практика когда ты занимаешься причем не вообще занимаешься занимаешься определенным способом когда ты выводишь себя на уровень когда ты самостоятельно можешь это сделать без того чтобы пользоваться посторонней помощью я на самом деле сейчас пока вам рассказываю вспоминаю что я примерно то же самое делал интуитивно когда был студентом в связи я я за пять лет ни одной четверки не получил почему потому что у меня была система такая подготовки к экзаменам экзамены заранее дают билеты если экзаменационные билеты заранее известно точнее не билеты билеты но вопросы которые билеты будут и я планировал подготовку так чтобы три раза пройти через все билеты то есть первый раз я прохожу значит прохожу второй раз я прохожу убеждаюсь что я могу более-менее могу там самостоятельно вот а третий раз я уже полирую именно самостоятельную самостоятельный ответ то есть я сажусь начинаю рассказывать и этого было достаточно для того чтобы получить пятерку всегда это была история кпсс это было там какая политэкономия там этого коммунизма недобитого это могла быть электродинамика это могла быть там теория нелинейных там цепей и так далее я все это сдавал там всегда вот и они уже меня видели и и там половина экзаменов на старших курсах они агать портнов раз зачетка иди от отсюда не не отвлекай даже обидно было готовишься блин так вот и фактически я выводил себя на этот второй уровень легко вот этими вопросами они конечно хотели чем такого знаете экзотического иногда то есть они в институте могли что такое спросить что они этого не преподавали но хотели бы чтоб ты сам сообразил вот я помню сидел на лекции по телефону и там и женщина которая вела она говорит вот есть такой вопрос вот я вам даю подумать вот подумать и я думал об этом там весь семестр это относится это был вопрос связанный с нумерацией на телефонных сетях городских и так и сяк и что-то и никак ко мне ответ не приходил а я думал я правда думал что меня зацепил этот вопрос и потом когда я пришел на экзамен и я сел к ней и она тыры-пыры и вдруг она мне этот вопрос зараза дает у меня аж чуть как все пружинки внутри не надорвались то есть я тут я же действительно думал но в этот момент что-то такое произошло какое-то невероятное усилие в мозгу и я вдруг понял что это было бы вот это она говорит все иди отсюда 5 значит просто к чему я клоню к тому что даже в институте сложнее фактически да потому что они еще какой-то креатива те хотят а здесь никто от тебя никакого креатива не хочет но но выучил материал ну там ты с кейсы писал ну писал и писал 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 и писал но у тебя не требует придумать новый формат в этом какие задачи там супер дюпер ну вот я вот сегодня на тему разговариваю я не знаю дает доходит не доходит обычно вот эти группы фултайм они и так очень успешные потому что люди которые приезжают из других городов штатов они в общем-то предпринимают значительное усилие это и финансово тоже и может быть десятку даже выходит с тем что проживать тут надо несколько месяцев вот на месте 4 по минимуму и учебы стоит в общем они конечно очень-очень мотивированные такие энерджайз но посмотрим пока что они мне очень нравится а вот потом вечером урок потом видео надо повесить а вот такая и вот в общем как то так вот вот все а потом я раз машину прыг и давай с вами разговаривать вот такой немножко у меня день я не не смотрел вот кроме того что с утра оглянул что там происходит с иммиграционными вопросами я так в течение дня даже секундочки не имел туда глянуть и собственно это даже и радостно чем меньше знаешь этой дряни тем наверное лучше зато вот мы сегодня поиграли с немножко с камерой gopro 6 которую купили на 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 меднем и сняли маленький сюжет их на 5 минут я просто хотел посмотреть какие там будут временные там издержки да то есть вот сколько времени нужно это это эти пять минут потом делать на компьютере что там дальше появится мы камеру с админом нашим так слегка подстроили чуть-чуть вот но явно то что снималось было темновато то есть я могу сказать что моя прежняя gopro 3 снимала бы это более освещенным таким более с большим количеством света и на улице тоже мы были там на улице смеркал я могу сказать что конечно это уже было ближе к шести часам вот действительно вот и машина так ехали с парами уже там все но все равно как-то темновато был я не знаю так что мы посмотрим тут мне все как-то ругается масса народу почему я взял эту камеру они sony я взял и так далее потому что я пользуюсь этой камеры и собственно если и сейчас вот я снимаю на 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 трешку вот мы еще там подстроим поглядим для машины очень удобно такая маленькая хорошая вот наверное sony неплохая я не знаю но я хочу посмотреть попробовать почему я не могу попробовать я сейчас должен всех слушать когда я купил вот эту gopro 3 мне там горин там поиграетесь и бросите какая она не нужно до несколько лет снимаю очень-очень доволен для машины лучше ты и не придумаешь вот у меня сейчас крепеж новый будет для камеры вот вот это или другой там gopro или на самом деле любой камеры камеры на этом месте в общем посмотрим что еще сказать к сожалению вот эти вот 4 4k на 60 кадров в секунду это то что мне хотелось на самом деле вот получить поиграться с этим она стабилизацию не делает но я не знаю может быть ничего и без стабилизации если так вот в машине ехать как мы с вами сейчас может быть и без стабилизации хорошо но мы поиграем я хочу поиграться может я ее и сдам то есть если я увижу что никакого такого смысла нету вот так я ее сдам а могу держать могу там не знаю sony я не то что меня там 400 долларов как-то напрягут там с одной камерой с другой камер я усвалил меня же 7 штук этих камер я некоторыми пользуюсь редко там для интервью например пользуюсь так мне в машину надо что-то я не собирался ходить с камерой gopro по улице и снимать хотя я могу тоже конечно я уж не знаю что сказать но у меня есть камеры более такие как сказать ну традиционные классические там оптика получше вот и собственно я не знаю зачем мне это на улице у меня есть камеры специально для интервью с большой такой оптикой в диаметре вот мы можем когда сесть так на штативчики настроиться микрофон прям туда подключить хорошие так далее такие тоже есть у меня две камеры таких немножко разных 1 постарше 1 помладше обе обе совершенно замечательные я их когда-то одну брал чтобы уроки снимать школе я до приличном расстоянии хорошо снимаю доску там и то что делается на экране у преподы так далее то есть у нас ничего у нас не 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 проблема той камеры или этой как нервные такие люди они кричат вам ему же сказали чего сказали а зачем ты говорил день это нервничаешь а я разберусь то есть как бы совершенно у меня идет процесс такой познавательный почему я вместо своего познавать этого процесса должен чьими-то советую пользу я не знаю ну поглядим в общем мне конечно интересно будет ли камера подвисать потому что они там говорят вот после там 15-20 минут она там начинает подвисать если она будет подвисать ее сразу я отнесу то есть без вопросов чем какие тут проблемы могут быть но масса народу пишет в комментариях что если ты ставишь там карту нормальную так далее то она не подвисать вот хотя бывают дефекты прямо в камере то есть бывает камере камера с дефектами можно обменять там или что-то я не знаю но у меня нет такого коммитмента камере gopro который как бы вот умру там но буду пользоваться ей нет абсолютно нет но хотелось хотелось 4к на 60 кадров понимаете есть большие камеры которые это делают но там свои ограничения и они довольно дорогие так между нами но конечно они со стабилизацией там со всеми фишками но они крупные они стоят пару тысяч ну что я вот так я давно присматриваюсь я объясню почему вот хочется 4к почему хочется 60 кадров в минуту хотя 4к мне хочется больше чем 60 кадров в минуту я скажу дело в том что я сегодня смотрю на некоторые видео которые с моей точки зрения представляют хорошую информационную ценность которую меня там по 300 тысяч по 500 тысяч набирали и сегодня они смешны они там по 480 разрешения то есть это просто кошмар я смотрю на них мне неудобно и если уже делать видео то делать так чтоб его и через пять лет и может быть через 10 было бы не стыдно смотреть понимаете вот о чем речь поэтому совершенствуются сети совершенствуется там я не знаю софтвор и я думаю что пройдет какое-то время и 4к люди смогут нормально смотреть все больше и больше и больше поэтому я думаю ну пусть будет 4к если сегодня там 90 процентов людей не могут вытащить из них 4к а у них это там аджасница там к чему-то поменьше но ради бога мне не жалко но может через там несколько лет люди будут смотреть и говорит смотри как прилично оказывается можно было и тогда тоже сделать поэтому я из этих соображений я хочу продлить жизнь видео в приличном качестве вот наверное наверное все ну что счастливо и до скорых встреч